Всем привет! Сегодня сделаем расклад на тему события, которые перевернут вашу жизнь. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем в вашей жизни, в вашей судьбе. Какие события именно что-то разрешающее, избавляющее вас от каких-то надоевших ситуаций, от каких-то неразрешенных вопросов, что буквально ворвется в ваше пространство и изменит его. Изменит его к лучшему, конечно же. Мы все надеемся на счастливые случайности, на лучшие. Итак, что изменит вашу жизнь крайне неожиданно? Ну, вообще здесь какая-то мысль, какая-то идея, возможно, придет вам в голову, которая заставит вас увидеть что-то для себя новое. Это какую-то, может быть, перспективу вы для себя рассмотрите, причем совершенно неожиданно. Это может быть предложение, которое буквально врывается в ваше пространство. И вы говорите, да, наверное, я приму это предложение, я воспользуюсь этой возможностью, потому что, ну вот, мне удобно, да, это будет. Мне действительно в данный момент, в моих конкретных обстоятельствах действительно нужно принять это предложение. Ну, либо это какой-то знак свыше, который наталкивает вас на мысль, на весьма такую мудрую мысль. И вы задумаетесь, да, наверное, стоит рассмотреть вот это предложение, наверное, стоит рассмотреть вот то, как складываются обстоятельства. Возможно, да, действительно, мне стоит обратить внимание вот на что-то, на что я ранее внимания не обращала или не обращал. Карта такая, да, которая указывает на то, что неожиданно может изменить ваши убеждения, ваши планы, ваше восприятие ситуации. Может быть, знаете, внезапно ключ какой-то получите. Вот вы ищете этот ключ, озадачились вопросом каким-то, хотите разобраться в причинах, найти суть, но не получается. И вдруг вот сама ситуация, да, само стечение обстоятельств вас наталкивает на нахождение этого ключа. И вы говорите, да, теперь я все понимаю. Теперь вот как раз я нашла тогда, когда мне нужно, ответы на мои вопросы. Я теперь могу сделать вывод, я теперь могу сделать выбор для себя, я теперь могу смело принять решение. Ну, вот такая карта, будьте готовы к этому. События, переворачивающие в вашу жизнь. Что еще? Какая-то встреча, встреча и разговор. Важный момент для вас. Что-то обсуждать будете важное для вас. Внимайте буквально каждому слову своего собеседника, потому что там действительно кладезь какой-то информации. Может быть, человек принесет новость какую-то. Может быть, реально вот этот разговор станет тем самым толчком, тем самым сигналом, который вас наведет на какую-то мысль, наведет вас на разрешение какой-то давней проблемы, да, на какую-то идею, может быть, наткнетесь, наведет вас человек своим каким-то предложением, либо какой-то информацией, сообщением каким-то. Какая-то весть, может быть, прилетит, связанная с кем-то, да, и человек вам донесет весть о ком-то, что тот-то, тот-то, вот у него там так-то дела складываются, да, или там у него что-то происходит в жизни. Или же относительно какой-то ситуации, которая вас волнует, да, новость какая-то, весть будет вам, человеком, как вот доложит человек вам, да, как отчитается вам. Очень важный разговор. Не пренебрегайте той информацией, которую вы здесь получите. И на самом деле вы ответите на достаточно многие свои вопросы. Ну, или на какой-то один вопрос, но очень для вас на сегодняшний день важный. Карта Луна. Рассеиваются ваши сомнения. Возможно, сейчас действительно период у вас такой сопряженный с какой-то неопределенностью, с внутренним каким-то смятением. Может быть, знаете, как-то, как будто вы вот между прошлым и будущим находитесь, и не понимаете, что вам делать. Данная карта говорит о том, что все циклично. И на самом деле для вас уже начинается новый цикл. Уже вот он начал отсчет. Очень скоро наступит для вас время совершенно другое. Это очень важная карта, она судьбоносная. Она говорит о важных переменах. Один цикл вашей жизни сменяется, другой – это такое обычное течение жизни. Надо понимать, что все в этой жизни циклично, все временно, все течет, все изменяется. Даже если сейчас у вас трудный период в судьбе, даже если вас мучает какая-то неопределенность, если вы не можете сделать выборы, вы в плену каких-то обстоятельств, понимаете, что сейчас неприятности сильнее вас, надо философски к этому относиться. У вас действительно начинается новый цикл. И само то обстоятельство, что вы оказались в такой ситуации, оно говорит о том, что эта необходимость вашего перехода на новый цикл, она действительно уже назрела. Она нужна. Вам нужны перемены. Вам что-то нужно пересмотреть. Вам нужно избавиться от каких-то сомнений, возможно, от какой-то неопределенности. Принять решение, начать действовать, потому что застой может иметь место. У кого-то проиграется так, что вот стагнация, остановка какая-то происходит, и никак не получается сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Новый цикл принесет вам множество новых идей, принесет вам какие-то ключи, то бишь ответы на ваши вопросы. Ну, что-то очень важное для вас, что вы сможете реализовать, и это станет для вас судьбой. Судьбоносное что-то вы реализуете. События, которые перевернут вашу жизнь. Финансовый какой-то вопрос разрешится, возможно. Здесь королева Пентаклий, карта. Карта благополучия, такого, знаете, которая наполняет тебя. Ты понимаешь, что твои достижения приумножаются. Наверняка достижения какие-то у вас уже есть по жизни. Да, время для вас может быть непростое сейчас, но какие-то достижения есть. Какие-то выводы вы для себя сделали. Вы действительно сейчас уже внутренне готовитесь перейти на новый какой-то этап, войти в новый цикл, какое-то новое пространство. Вы очень ждете момента реализации какой-то своей мечты. На что-то, может быть, надеетесь. Вы пытаетесь, возможно, поправить свое финансовое положение. Вот здесь неожиданный какой-то момент произойдет, который приумножит что-то. Карта приумножения, карта получения какого-то результата, достаточно важного для вас, и весьма-весьма крупного. То есть это не маленький результат. Это что-то, на базе чего вы сможете дальше развиваться, дальше как-то улучшать состояние своих дел. Возможно, для кого-то это действительно финансовая ситуация, прибавление в плане финансов, либо разрешение ситуации с финансами. Но через какую-то новость, через какое-то предложение, через рассмотрение какой-то новой перспективы, через взгляд на ситуацию, возможно, с другой стороны, кто-то компетентный, возможно, подскажет вам выход из этой ситуации, как разрешить свою финансовую проблему, задачу, как лучше себя повести в этой ситуации. Вы какой-то получите консультацию. Но здесь консультация не то, чтобы компетентного какого-то человека, знающего законодательства в инстанциях, где-то находящегося. А здесь просто человек, который реально мог побывать просто в вашей ситуации. И он вам от души может посоветовать реально. Сделай вот так. Потому что, как показывает мой опыт, это работает. И вот вы прислушаетесь к этому совету, и у вас идет как преумножение. Преумножение какого-то ресурса вашего. Это материальный ресурс, может быть, это тот ресурс, который вы себе запланировали. Может быть, реализация какого-то проекта имеет место в вашей жизни, как планы на будущее. Вы что-то хотите реализовать. И не понимаете, как вам лучше себя повести, как вам сделать так, чтобы с наименьшими финансовыми тратами этот проект завершился. У вас получится это сделать, именно выбрать четкий план действий. Четкий план действий. Вот прям стратегия будет такая с точки зрения и финансов, и того, как удобно вам. То есть какой-то оптимальный вариант вам и будет выбран в результате. И не совсем он будет такой, знаете, ну, не совсем обыкновенный, что ли, не совсем обычный, неординарный какой-то подход вы проявите. То есть вы согласитесь идти каким-то не совсем прямым путем, и это приведет вас к результату. Это действительно выведет вас в рост, в развитие. Вот сдвинет ситуацию с мертвой точки. И даже приумножение будет, как я уже говорила, да, приумножение вашего ресурса какого-то. Что изменится? Что изменится? Именно через случайности, да, смотрим такой аспект. Но вообще изменится ваша личность, вы как человек. Неважно, кто смотрит расклад, мужчина или женщина. Здесь карта огненной личности, королева жезлов. Человек понимает, что для достижения своих целей надо действовать. Я осознаю, я понимаю тот факт, для чего и что я хочу изменить в своей жизни. Это какая-то осознанность. Осознанность, куда мне нужно идти, что мне нужно конкретно предпринять, какие действия совершить. Человек готов быть счастливым в этой жизни, готов поменять что-то, готов действовать ради этого, готов применять какие-то свои знания. На самом деле вы стремитесь успеть везде, всюду. Королева жезлов, да, карта человека, который стремится реализоваться везде, и в семье, и на работе, и еще кучу каких-то дел там, держать под своим контролем. У вас это будет получаться. Вот это выводит вас на новую стезю какую-то, где вы реально успеете, вы настолько организуете свое время, что каждый ваш день прожитый, он будет очень продуктивным. Вы везде наведете порядок, если ситуации того требуют, если сфера какая-то или сферы требуют какой-то такой проработки, наведения там порядка, переосмысления, перепланировки какой-то. Вы все это охватите, вы все это сумеете вывести на своих плечах. Вот как бы это ни выглядело тяжело, сложно, каким бы ни был вот этот крупномасштабным, каким бы крупномасштабным ни был ваш этот жизненный проект, вы его вытянете. Вы сумеете успеть везде, причем не торопясь, у вас достаточно будет энергии, достаточно вот этого огня, движущей силы, мощной такой, выталкивающей вас на новые дороги жизни, и вы сможете буквально необъятное объять. Что это изменит? Давайте вот череда вот этих случайных моментов, что еще она для вас изменит? Ну, еще одна карта, такая очень характеризующая вас в будущем, как личность, ну, буквально одержимую каким-то мощным потоком энергетическим, да, здесь силы какие-то неведомые вам, буквально выталкивают вас из пространства. Опять же, идут у нас жезлы, идут жезлы, персона, жезловый король. Энергия, огонь, движение, стремление достичь желанной цели, опять же, планирование, стратегия, понимание того, где требуется ваше участие, где что нужно проконтролировать. Может быть, по этой карте появится помощник, реально человек, с которым вы разделите вот этот проект, все трудности, сопряженные с этим глобальным вашим жизненным проектом. То есть у вас появится кто-то, возможно, на кого вы сможете опереться. Но вы знакомый, человек, который, ну, захочет, может быть, помочь вам в чем-то. Здесь именно идет, ну, человек, на которого можно опереться, человек надежный. Человек не просто что-то говорящий, обещающий, он действует, да, он действует, он работает, он приносит, или помогает вам принести, прийти, вернее, прийти к результату, да, прийти к результату помогает. Трудная дорога, вы идете, конечно, к своей удаче, но вы к ней придете, карта солнца, замечательнейшая карта, говорит, конечно, об успехе, о жизненном подъеме. Вы одолеете вот эту ситуацию. Она сегодня, да, кажется вам таким, знаете, тяжким крестом. И вы иногда, конечно, впадаете в отчаяние, потому что, может быть, Луна, кстати, об этом и говорит, что периодически это бывает такое, да, вот у вас как подъем настроения, настроя идет, когда вы верите в то, что вы все преодолеете, а потом апатия какая-то, опять отчаяние наступает, а как мне с этим быть? Хочется руки опустить, да, прям такие непреодолимые какие-то моменты слабости имеют место иногда. Ну, карта солнца говорит о том, что не стоит опускать руки, во-первых, здесь помощник будет, грамотный у вас, во-вторых, у вас у самой или у самого достаточной энергии, жезловой, огненной, для того, чтобы найти какой-то выход, какой-то оптимальный для себя вариант. И здесь вселенная, опять же, да, вот мы смотрели по первой карте, там какой-то сигнал, какой-то толчок, что-то, что посылается вам свыше, как прозрение, как оптимальный вариант, как что-то, на что обратить внимание, и нужно обратить внимание, и это поможет выйти на новый уровень жизни, поможет протолкнуть, начать развивать этот проект, запустить в него движение, или вот как затор какой-то у кого-то произошел, вроде бы все шло, шло хорошо, потом раз, остановка, затор какой-то. И не знаете теперь, как запустить вновь движение в эту ситуацию. Карта Солнца, она про итог уже, она говорит о том, что вы это преодолеете, вы найдете для себя очень хорошие варианты какие-то, а вы будете на коне, вы разберетесь со своими трудностями, вы реализуете что-то, о чем долго мечтаете, к чему вы идете, вы поставите, возможно, даже какие-то новые цели, они будут, знаете, как предвестниками более счастливого будущего, будете понимать, что преодолев преграды и поставив новые задачи, вы себе открываете новую дверь, вы себе обеспечиваете очень такую стойкую, крепкую стабильность в жизни. Подъем какой-то у вас идет, подъем через трудности, да, здесь дорога очень сложная, она сейчас у вас каменистая, и я говорю, вы как одиночка на этой дороге иногда. Может быть, и есть у вас там друзья, советчики, кто-то, кто помогает, ну, основной груз этой ситуации лежит на ваших плечах. Вы преодолеете это. И вы, ну, наверное, один из немногих тех счастливчиков, которые не опустят руки и действительно результат получат. вот, очень много ведь людей сдаются, сдаются на полпути. Даже, знаете, как бывает, в шаге от удачи сдаются, потому что, ну, настолько устают уже, уже нет никаких сил моральных и верить ни во что. Но вы сможете, вы это преодолеете. У вас действительно начало нового жизненного этапа идет, цикла. Очень счастливый цикл такой. Ну, ближайшие, ближайшие 5-10 лет будет здесь достаточно легко. Вот как-то легко. Фундамент вы какой-то закладываете на это время. и будет только приумножение, только развитие, да, будет вот эта вот платформа, от которой вы легко оттолкнетесь для реализации любой своей задачи. Еще, вот что принесут вам эти неожиданности, эти толчки, эти сигналы, вот эти разговоры с кем-то, да, новости какие-то, что это привнесет в вашу жизнь. Это избавит вас вот от какой-то ситуации, которая на самом деле до сих пор лежит тяжким грузом на вашем сердце. Вы мало кому об этом, может быть, рассказываете. Может быть, даже как-то и для себя уже точку поставили, это особо не вспоминаете. Но это была боль какая-то душевная. Это какое-то ваше разрушение личное, да, интимного характера. Там, где вы строили какие-то планы для себя, на что вы рассчитывали, вы это потеряли, к сожалению. Это не сбылось, это что-то, что ударило и по вашему самолюбию, да, вы это восприняли для себя как вот, ну, тяжело, да, тяжело морально, эмоционально, тяжело. Конечно, это какая-то сложная ситуация, и она не могла в одночасье исчезнуть из вашей жизни, потому что была частью вашей жизни когда-то, очень значимой частью. вот этот проект жизненный, который вы для себя наметили, ну, или кто-то наметит, может быть, очень скоро, это для вас как стремление забыться. Вот с одной стороны, для вас это принципиально важно для реализации себя, да, для укрепления своих позиций, но с другой стороны, это повод уйти в головой, с головой во что-то, с головой в какое-то новое дело, вот заполнять это пространство, которое пустое, пустое, потому что случилась вот эта потеря. Вы пытаетесь заполнить изо всех сил вот эту пустоту сегодня, душевную. И вы знаете, изменится все, да, мы же сегодня смотрим, что неожиданно случится и изменит вашу жизнь. Вот этот проект, он действительно изменит. Что? Он избавит вас от отчаяния, изменит ваше миропонимание, мировосприятие себя и окружающих, да, окружающей действительности. Прошлое должно оставаться в прошлом. Там были какие-то неудачи, там были потери, там были разочарования. Но у вас есть впереди открытое пространство, освещенное солнцем. и там будет много, много счастья, там будет много перспектив, много открытых дверей. И вам не надо будет вспоминать больше о прошлом, о том, что вернуть уже нельзя. Да, есть, может быть, у кого-то и такие моменты, когда и человека нет в живых, а принять это невозможно до сих пор, да. Либо же человек просто где-то в другой стране от вас на расстоянии, живет какой-то своей жизнью. Вам больно от этого. До сих пор даже периодически вы это вспоминаете и понимаете, что это отзывается о вас еще, как осколки, да, летят. Осколки этой ситуации. Казалось бы, все пережито, все уже разрушилось, тут сожалеть уже не о чем, вспоминать только остается. Но все равно почему-то больно. Вот. Ну вот, займитесь, займитесь новым проектом, уйдите в это с головой, займите свое время по максимуму, заполните пространство свое по максимуму. Ну, оно само по себе, собственно говоря, вот заполнится вот это вот пустое ваше пространство, потому что вы, наверное, дороги идете. У вас впереди новый цикл. Вы чем дальше будете продвигаться в этот цикл, тем больше будет новых планов у вас, тем больше новых людей будет входить в вашу жизнь. Вы начнете вообще проживать совершенно другую жизнь. И забудете о прошлом. Успокойтесь внутренне, отпустите эту ситуацию. Случится неожиданно и изменит. Что еще изменит? Изменит что? Ну, изменит, возможно, сферу ваших взаимоотношений. Здесь какой-то гонец, который что-то несет вам очень важный. А человек посланец небес, человек по судьбе. Вторая ваша половинка. Ну, не знаю, либо что вы там ждете, кто ждет по карьерному росту. Какое-то предложение, опять же. То есть на базе того фундамента, того проекта, который вы сейчас себе пытаетесь реализовать, создать себе этот фундамент, эту платформу, там будет преумножение. И вот в ходе этого преумножения будут и новые знакомства, и новые люди входить в вашу жизнь. Человек по судьбе может появиться. И много каких-то моментов, которые будут прекрасным таким трамплином, от которого вы сможете оттолкнуться и еще выше взлететь, что-то еще реализовать. Еще какие-то сферы жизни охватить, там что-то изменить, там навести порядки. Жить по-новому, жить по-новому это то, от чего не уйти вам. Новая дорога какая-то, жизнь в ином каком-то формате, перемена сценария привычного, перемена дел, перемена планов, место жительства, перемена. Здесь все может быть и оно принесет вам действительно результат. Не старайтесь держать что-то, удерживать, да, я имею в виду, что-то, или за что-то держаться, потому что оно не нужно вам, оно бесперспективно. Ваша стезя, это движение вперед, вам еще расти. даже даже если у вас уже есть какие-то достижения в жизни, если вы уже находитесь в таком возрасте, когда казалось бы, уже что-то можно еще реализовывать, к чему стремиться. у вас такой сейчас период, когда вы сможете достичь вот как раз той высоты, которую всегда хотели достичь, но не получалось. Ну, мало ли, как в жизни бывало, да, первая половина вашей жизни, вот она, возможно, была настолько сложной, что вы себе только фундамент успели за это время сколотить, у вас ничего не было. а теперь вот как раз наступает тот момент, когда нужно жить, когда нужно наслаждаться жизнью, когда будут притягиваться те люди, которые вам нужны, вам интересны, когда вы найдете человека для души, для отношений серьезных, человека по сердцу, или же деятельность какую-то по сердцу, да, или старт какой-то совершите такой, который повысит уровень вашей жизни и в финансовом плане, и в духовном, рост идет, рост здесь просто такой, которого вы не ждали никогда, может и не думали даже об этом, рост колоссальнейший на самом деле. Ну, итоговая карта, итоговая карта, подытожим, что здесь, да, время перемен здесь, время каких-то свершений, карта восьмерка жезлов, и вы знаете, нельзя жизнь откладывать на потом, карта скорости, карта динамики, развития, роста, достижения каких-то вершин, да, достигай какие-то вершины, продолжай стремиться вперед, продолжай совершенствоваться, потому что нет предела совершенства, да, нет такого, знаете, вот, самого высокого уровня, которого мы могли бы достичь и на этом успокоиться, такого уровня нет, как нет предела самосовершенства и развития. всегда ставьте новые планы, пока живем, планируем, верим, да, действуем, что-то мы можем поменять, пока мы живы, можем очень много изменить. Вот о чем карта, вот, пожалуй, заключение такое мощное, да, такой философский подтекст имеет карта, говорит о том, что да, пока мы живы, мы можем решить любую проблему, любую жизненную задачу. Не упускайте вот эти моменты благоприятные, у вас здесь много таких аспектов сложных в жизни, вот, которые кажутся непреодолимыми, но наряду с этим у вас ведь успехов много, у вас ведь и плюсов очень много, так вот, оборачивайте эти плюсы в какие-то большие возможности, приумножайте то, что сегодня можете приумножить, оставьте то, что глыбой лежит тяжелой, оно сдвинется с мертвой точки, но в свой срок, отталкивайтесь от того, от чего вы можете сегодня оттолкнуться, ну вот, вот как-то так. Вот такой расклад, надеюсь, что информация была вам полезной, пишите, что думаете. А я прощаюсь с вами совсем ненадолго, всем желаю удачи, здоровья и процветания. Продолжение следует... Продолжение следует...